Для начала давайте с вами немножко вспомним, познакомимся кто-то, если вдруг в первый раз слышит об этом феномене, что такое МФР. МФР – это вид самомассажа с использованием специальных оборудований – роллов, мечей, гридов и других подручных материалов. То есть это вид такого массажа, когда мы работаем не руками, то есть не тактильно, не нашей пальцевой чувствительностью, а с помощью подручного оборудования. То есть мечи, роллы и прочее-прочее-прочее оборудование. Это удобно почему? Во-первых, потому что мы можем в любом месте, в любое время с помощью просто ролла, стены и пола оказать самому себе самомассаж. Либо не имея каких-то, допустим, представлений о строении мышц, не имея навыков массажиста, мы можем оказать самомассаж своему клиенту, родственнику, либо своему какому-нибудь товарищу, у которого случилась беда. МФР и методику самомассажа используют для чего? Первый вариант – это для снятия спазма забитых мышц и устранения триггерных точек. И просто для снятия болевого синдрома. Что такое триггерная точка, что такое спазм, почему мышцы забиваются? Мы сегодня с вами говорим на примере мышц спины. Почему так происходит? Спина – это довольно большая структура, включающая в себя несколько мышечных пластов, взаимно координирующих друг с другом. Мы в течение всех, допустим, в течение суток, наша осанка постоянно меняется. Мы можем натянем голову вперед, допустим, со смартфоном сидеть. Мы можем, к примеру, сутулиться, вот так сутулившись сидим. Мы можем ходить, выгибая, перерасгибая нашу поясницу и спазмируя мышцы спины. То есть наша осанка так или иначе принимает те или иные виды деятельности. И поэтому у нас мышцы то забиваются, то где-то перерасгибаются, перетягиваются. И что мы испытываем в конце дня? Мы испытываем боль. То есть мы, допустим, приходим домой, у нас вечером спина болит. То есть мышцы у нас спазмированы, зажаты. У нас есть негативное ощущение в нашем теле, от которого хочется избавиться. И бывает так зачастую, что даже если мы просто выпрямим спину, там, ляжем, к примеру, на кровать, на пол, боль эта не проходит. Она все равно остается с нами. То есть болит больно. Хочется там как-нибудь это место руками там промять, к примеру. Хочется поскорее делать себе массаж, пойти на сеанс там тоже к массажу, чтобы избавиться от этих дискомфортных лечений. Так вот, методика МИО фастального релиза, она помогает нам от них избавиться. Давайте немножко поговорим по анатомии, что такое триггерные точки, что такое МФС, МИО фастально-болевой синдром. Пару слов, кратко буду. Триггерная точка – это область сверхраздражимости ткани диаметром в несколько миллиметров. То есть триггерные точки, по сути, если говорить бытовым языком, да, это такие шарики, которые мы будем прочувствовать в мышце, когда будем до нее дотрагиваться. И думаю, многие так или иначе это делали. То есть, допустим, у вас болит, там, допустим, мышца спины, либо мышца шеи. Вы трогаете мышцу, и вместо того, чтобы получить при тактильной чувствительности просто такое эластичное лакно, вы чувствуете, как у вас катается под рукой шарик. Давайте мне обратную связь, да, что трогали себя, трогали свои мышцы, и такое у вас было. Так вот, этот шарик – это область сверхраздражимости. Это и есть та самая триггерная точка. Как они проявляются? Они могут болеть, а, при надавливании. То есть так, допустим, вы принимаете нейтральное положение, ничего не болит. Вы начинаете давить, продавливать, и эта область начинает у вас отвечать сигналами боли, либо при попытке сменить позицию. То есть, к примеру, разгибаетесь, и у вас спина перестает болеть. Вот, то есть наоборот, у вас спина начинает болеть. И именно эти триггерные точки доставляют нам дискомфорт. И именно для борьбы с триггерными точками как раз-таки и придуман миофасциальный релиз в целом. Что такое миофасциально-болевой синдром? Миофасциально-болевой синдром – это состояние обратной связи, которое мы получаем от надавливания, либо смене позиции при наличии триггерных точек. То есть триггерные точки, помимо того, что они сами отвечают сигналами боли, они отдают болевые сигналы, которые мы можем прочувствовать в местах не связанных с появлением триггерной точки. У нас, к примеру, болит, допустим, триггерная точка у нас, к примеру, в шее, а болеть может в руке, в спине, где угодно. Но у нас сегодня про шею. Давайте с вами еще раз про шею поговорим. У нас сегодня не стали релиз спины. Давайте поговорим про спину. Да, я уже сказала сегодня, что наша спина в течение суток меняет свое положение, меняет позицию, поэтому наши мышцы могут спазмироваться, могут образовывать триггерные точки. И именно эти триггерные точки отвечают сигналами боли. Помимо того, что, допустим, наше тело находится в статике, боли могут, и триггерные точки могут появляться также от несоизмеримых нагрузок. К примеру, часто, допустим, люди, спортсмены, пауэрлифтеры, бодибилдеры, которые занимаются профессионально фитнесом, они вынуждены поднимать тяжелый вес, штанги, грифы, гантели. Мышцы также не могут выдержать эту нагрузку, и также в них образуются триггерные точки, которые также отвечают сигналами боли. Избыточный вес, избыточная нагрузка при мышечном напряжении, при длительном статическом мышечном напряжении мы также получаем эти триггерные точки, которые нам выдают сигналы боли. Итак, давайте поговорим про спину, где у нас чаще всего могут лоцироваться триггерные точки, а я буду говорить кое-какие фишки, как и с чем это едят. Итак, смотрим. Мышцы спины у нас состоят из множества слоев. Их три, где каждый подслой имеет еще свой слой. Для того, чтобы провести миофастальный релиз, не нужно углубляться в строение каждой мышечной структуры, в строение каждой мышцы. В этом нет необходимости. Важно только, что очаг боли, то есть, так сказать, та область, где у нас находятся болевые какие-то источники, и потом уже мы можем с ней проработать. Но давайте самый верхностный слой мышцы спины мы немного разберем на картинке, чтобы, например, понимать, куда прикладывать ролл. И первая фишка от меня, что нельзя просто так взять ролл и повозюкать им об спину, и снять очаг боли. Нам нужно конкретно, куда направляются волокна, в которых чаще всего бывают триггерные точки. Смотрите, трапециевидные мышцы. Трапециевидные мышцы, они, видите, пучки их идут на надплечьях. Вот, если я себя потрогаю, я трогаю трапециевидную мышцу. Чаще всего здесь бывают триггерные точки. Почему? Мы можем, к примеру, сидеть сутулившись, поднимать плечи, втягивать голову в тело, можем перераскибать мышцы шеи, можем сидеть асиметрично. Так наши мышцы имеют дисбаланс, и в них тоже появляются триггерные точки. Трапециевидные, видите, пучки спускаются вниз, к ребрам, и здесь тоже могут появляться триггерные точки. Далее идем. Смотрите, самая большая мышца туловища, это широчайшая. Ее мы тоже легко можем у себя найти. Так, поднимем руку, потрогаем здесь под подмышечной впадиной область, прям можем ее схватить. Это мышца широчайшая. Триггерные точки могут появляться когда? Когда мы, к примеру, берем сверху какой-то груз, а груз, к примеру, либо слишком тяжелый, либо мы неудобно его взяли, и нам нужно его взять и куда-то поставить, допустим, там на пол. Коробку берем с чем-то, ставим ее на пол, на стол. При неадекватном весе, при неадекватном подъеме этого груза также у нас могут наблюдаться болевые ощущения. Вот, и здесь тоже может быть ошибка прокатки шутерных мышц, а какая именно, я вам сейчас расскажу. И посмотрим еще ниже, угодимся, смотрим более глубокий слой мышц. Это у нас, так, 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 это малые, большие ромбовидные мышцы. Часто их называют мышцами осанки, потому что благодаря, так скажем, нормальному развитию этих мышц у нас раскрывается грудная клетка. Когда, к примеру, мы сидим, либо стутулившись, либо у нас такая осеничная осанка, особенно когда мы имеем фронтальную плоскость и нарушение здесь тоже могут наблюдаться триггерные точки. И еще меня интересует, выпрямитель спины. Потому что, когда мы выгибаемся, прошу прощения, буквой ЗЮ, также наши мышцы имеют дисбаланс, мы также испытываем нагрузки. И теперь давайте пару слов про фишки. Смотрите, прокатывать мы себя можем. Зелененькое – это мяч, обычный маленький теннисный мячик для большого тенниса. Это может быть мяч, к примеру, для игр с домашними животными, для собак. Это может быть любой детский мячик. Важно, чтобы он был эластичный и твердый. Серое – это ролл. Наш самый с вами обычный, привычный ролл. Лучше брать ролл с протектором. Он наиболее эффективно позволит нам прокатать самые тяжелодоступные области триггерных точек. Что такое желтое? Желтое – это грит или сдвоенный мяч. Такие приспособления вы можете легко найти в любом магазине специального оборудования, да, то есть триггер Бонт Раша и прочее профессиональное оборудование. Кому, если будет интересно, после курса, который состоится у нас в эти выходные, я могу дать адреса, где можно это оборудование заказать и обвести себе. Сдвоенный мяч можно так получить. Можно взять просто два обычных теннисных мячика, мячка для вешевого тенниса, их сложить в носочек, и этим приспособлением также можно себя прокатить. Итак, смотрите, фишка первая. Многие из вас, наверное, видели, как люди полностью спиной ложатся на ролл и прокатывают свою спину. Давайте обратную связь, да, видели такое. Так вот, прокатывать спину одним большим куском, просто вот так вот положать свою спину на ролл нельзя. Почему? Вопрос, да, а что вы хотите прокатать? Если вы хотите, к примеру, прокатать, да, там, упрямители спины, там, большую-малую ромбовидные, трапециевидные, их же две, они находятся у вас симметрично. Таким образом, вы прокатаете, по принципу, всё и ничего. Мышц, мышц на почков, точнее, два, они по обеим сторонам от позвоночника. Если мы положим руки на грудную клетку, скрутим спину и ляжем только одной стороной на ролл, во-первых, это будет гораздо эффективнее, а во-вторых, когда вы ложитесь полностью на ролл и скручиваете спину, что у вас выступает? У вас выступают естественные отростки от позвонков. Поэтому люди, у которых есть грыжи, протрузии, нестабильность грудного или большейного отдела позвоночника, им категорически нельзя совершать эту прокатку, потому что будет больно, будет дискомфорт. Я думаю, что многие согласны, да, давайте обратно сказать, что вы поняли, что я от вас хочу и поняли, что я хочу вам объяснить. Вот, то есть не всё то, что вы видите в Инстаграме, в Интернете, не всё можно так легко использовать. Согласна, да? Потому что чаще мы, вот, больно. Ну, смотрите, здесь боль может быть двух фрагментов. Первое – это то, о чём я сказала, то есть это грыжа, протрузия, нестабильность, которые отвечают на финаловые боли. И второе – это боль от триггерных точек. Боль грыжи, протрузии, она будет острая, и она будет резко ограничивать движение. И облегчение она будет приносить только, если мы сразу резко уберём надавливание. Боль, которая будет у нас от мышц, она будет приглушённая, тупая эта боль. И когда мы от ролла, допустим, спину, скажем, оторвём, она уйдёт не сразу, а будет как будто бы постепенно гаснуть. Понимаем, да? Как можно прокатать спину? Видите, серенькая, я, например, для вас нарисовала эту картинку. Серая – это ролл. То есть мы поворачиваем спину только одним, одной стороной на ролл, кладём её и прокатываем только одну часть. Это можно сделать, положив ролл на пол, и когда мы своё тело, положим также на него. Второй вариант – мяч. Выкатите зелёный. Это обычный туннисный мяч. Мы его берём в то место, где у нас наибольший дискомфорт, кладём его на стену и прокатываем конкретно каждую часть, каждую область, где у нас боли, плюс мяча. Фишка номер два. Мячом мы можем прокатывать себя точечно. То есть мы легли, и, так скажем, варьируя положением своего тела, мы можем прокатывать себя мячом. Можем? Можем. При этом мы можем наибольшее внимание уделять конкретно тем местам, где у нас наиболее чувствительный, триггерный точек. И третий вариант – это грид. Многие про него забывают, да? Не обязательно при этом бежать куда-то, заказывать себе специально дорогущий грид. Два мяча в носок, в ткань, специальный какой-нибудь футляр можно себе сделать, фирменный. И прокатать себя таким образом. Во-первых, каждый мяч прокатает каждый мышечный тракт. А во-вторых, ваши остистые позвонки и позвоночек в целом не будут задействованы. Прикольно? Я думаю, да. Давайте мне обратную связь, если кто-то поймал лайфхак, и кому-то это реально полезно. Далее. Еще одна фишка. Смотрите, помните, когда широчайшую мышцу говорили? Мышца широчайшая, она треугольная. Мышца довольно большая, и мячом ее прокатать очень трудно. Как мы ее катаем? Видите? Серая. Серая – это ролл. Многие люди, чтобы прокатать широчайшую мышцу, руку за голову, ложатся боковушечкой на ролл и катают вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Делаем? Делаем. Плохо. Что мы катаем? Мы катаем ребра, делаем компрессию грудной клетки, рассказываем реберные промежутки. Да, это тоже здорово, но многим не помогает. Почему? Такая прокатка – это упражнение из системы пилатес, но это не прокатка. То есть мы прокатываем просто ребра. Мы массируем, делаем более эластичную грудную клетку. Как прокатать широчайшую мышцу? Мы кладем ролл также под боковушку, немножко назад упираемся и прокатываем из подмышечной впадины вниз. Прокатываем каждую мышцу, немножко отклонившись назад от центральной линии тела и прокатываем конкретно по направлению пучков. Понимаем, да? В интернете я часто вижу такую оплошность, когда некоторые тренеры говорят, что сейчас мы будем прокатывать широчайшую мышцу и все мышцы боковой линии. Мышцы у нас не идут просто от подмышки вниз. Они идут от подмышки по диагонали, по направлению к позвонкам. Поэтому и катать нужно не просто вниз, а вдоль волокон. Видите, у нас волокна идут от подмышечной впадины вниз. Вниз мы их и прокатываем. Ролл положили на пол, на него легли и катаемся. Вариант, когда нам хочется, допустим, не сильно надавить на ролл, а слегка, мы ролл кладем на стену, придерживаем, опираемся и то же самое катаем широчайшую мышцу. Есть такой вариант? Есть. Тоже есть такая небольшая в этом фишка. Пробовали? Пробовали. Далее, смотрите, поднимаемся наверх. Наверху у нас что? У нас надосная, подосная и трапециевидная мышца. Вот эти вот места, как я уже говорила, да, они самые чувствительные. Почему? Раз, два, три, четыре. То есть много позиций, которые мы принимаем в течение дня, которые сопутствуют перебалансировке мышц. Есть такое, да? Как их прокатать? Особенно, к примеру, если вы, допустим, командировочный человек, который пойдет в самолете, у которого нет с собой запасного массажиста, массажера, есть только мяч. Берем мяч, ставим на наиболее уязвимую область, которая нам оказывает дискомфорт. Мячом опираемся на стену и лежим. Какое-то время мы просто лежим, надавливаем вдох, выдох, вдох, выдох. После каждого выдоха мы глубже погружаемся в мяч. Бот должна быть на троечку, то есть по шкалу до пяти мы не должны чувствовать более острые искры из глаз. Кстати, фишка еще одна, она касается не только спины, а в целом инфеера. Есть такая техника у нас, надави и расслабь, или удержи и расслабь. Слышали про такую технику или нет? То есть не обязательно роллом или мячом что-то просто катать. Вы молодец. А можно просто подержать и расслабить. Подержать, расслабить. Так вот, когда мы только начинаем работать с этой вот области, мы ставим мяч на наиболее уязвительную область, держим, делаем вдох и на выдохе как бы глубже погружаемся мячом в мышечные пласты. Опираемся мы именно на стенку. Почему? Если мы будем опираться на пол, мы всем телом наваливаемся на мяч. Больно? Очень больно. И нам тяжело контролировать надавливание, нажатие на мяч. Когда мы опираемся на стенку, нам легко контролировать нажатие. Мы навалились посильнее, надавились сильнее, глубже провалились. Отстали от стенки. Нам очень легко и просто. Понимаем, да? Отлично. Если что-то вдруг непонятно, ребят, спрашивайте. Если все понятно, ставьте плюс. Уж полуинформация доступная, понятная. Что-то, если хотите меня узнать, спрашивайте, я отвечу. Далее. Когда мы понадавливали на чувствительные зоны, все хорошо, мы мышцы расслабили, мы можем легонько начать прокатку. Как? Ставим сюда мяч, приживаемся к стенке, вдох-выдох и на выдохе слегка прокатываем мячом по стену. Да, естественно, совершенно верно. Вся прокатка, все продавливание у нас осуществляется на выдохе. Мы делаем вдох, и на выдохе мы глубже надавливаем, либо телом на ролл, либо телом на мяч и баку уже опускаемся в мышечные пласты. Так, 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 так. Хороший вопрос. Сейчас я вам об этом расскажу тоже кое-что. Вот, то есть мы после обычного надавливания сделали паузу, поставили мяч и легонько прокатали мячом по стеночку свои наиболее чувствительные области. И это еще не все. Когда мы полностью все прокатали, нам необходима релаксация. То есть мы взяли мышцы и обязательно их растянули. Кто так делает? Поднимайте руки, пишите плюсы. То есть не просто прокатали все свои мышцы, а в конце каждой прокатки обязательно мышцы потянули. Помимо того, что мы с вами просто разбили триггерные точки, которые нам доставили дискомфорт, мы еще обязательно мышцы потянули, так скажем, чтобы их растянуть, расслабить. То есть мы, наши спазмированные мышечные пучки, растянули до адекватных, нормальных их размеров и зафиксировали. Про роллы с вибрацией, про вот эти вот возможные вот пистолеты, вибрирующие массажеры. Ребят, честно, мое мнение, я к ним ко всем отношусь резко негативно. Во-первых, всем их нельзя. Об этом сейчас тоже скажу пару слов. Да, это на самом деле прикольно. То есть, ну, как бы любое вот это вот приспособление, оно прикольное, да, оно своими вот этими вот микротоками там разбивает мышечный спазм. Далеко не всегда, далеко не везде, и у некоторых это может привести к негативным последствиям. Если у ребят, к примеру, варикоз, тромбоз, об этом я тоже всегда говорю на своих обучающих курсах, нам нельзя этого делать категорически. Даже если у человека просто выражен ярко варикозный рисунок, варикозная сеть, мы тоже этого не делаем. Мы не знаем, есть ли там тромбы, нет ли там тромбов. Мы можем просто оторвать тромбы и сделать человеку очень негативные последствия. Если к нам пришел на тренировку человек, у которого искусственный водитель ритма сердца, тоже нельзя ни один вибрирующий массажер. Вот. Лучше или хуже они? Ну, смотрите, для того, чтобы я и все эти вот штуки трогала, ими пользовалась, это хорошо, эти вещи хорошо, хороший эффект оказывают, когда у нас нет острых триггерных точек. То есть, когда у нас, допустим, ну, мы, к примеру, потренировались, наши мышцы хорошенько подзабили, да, можно пробовать, допустим, там легкий вибрационный массаж, так, какой-нибудь вот по технике роллов, либо пистолетов, но если у нас имеется латентная, хроническая, триггерная точка, именно латентная, хроническая и триггерная, то есть она у нас уже давно, таким вибрирующим приспособлением мы себе не поможем. С ней нужно только точечно, точечно, аккуратно, прислушиваясь к своим ощущениям и к ответной реакции организма. То есть, ну, скажем так, как маслом по древу мы себе применили эти вибрационные техники, и все. Они стопроцентные гарантии не дают, они не помогут. Я все-таки за то, чтобы мы применяли индивидуальные техники мифстального релиза, на свои ощущения сами полагались, вот, и тогда будет наиболее выраженный эффект. Вот. А, кстати, еще про все вот эти вот вибрирующие приспособления и шею. Мы, конечно, сегодня говорим про спину, но раз пошел такой вопрос, то расскажу. Сегодня у нас большое количество людей, у которых так или иначе нарушен кровоток в шее. Возможно, это из-за того, что у нас сегодня эра гаджетов, да? То есть мы вот так сидим, у нас спазмированные мышцы, нарушенная осанка, они пережимают либо позвоночные артерии, либо нервные корешки, нервные сплетения. То есть так или иначе у нас пережимаются сосуды, которые не прикроют головному мозгу. Поэтому у всех сегодня поголовное мигрени, с головокружением, у всех нарушена осанка. Нельзя применять на этом участке ни одну вибрирующую технику. Очень хрупкий регион, так скажем, очень нежный, очень чувствительный регион. Если мы будем применять эти вот агрессивные вибрационные воздействия, мы можем навредить себе или своему клиенту. Тем более, тем более тоже нельзя, тем более, если какое-то неврологическое заболевание. В целом, в целом, если у человека имеется неврология, и мы сейчас не говорим про вибрационные техники, а просто про МФР и неврологию. Да, МФР применяется. Сто процентного разрешения каких-либо спорных вопросов не ищите стопроцентного, но облегчить состояние можно. Хотя бы при спастике, то есть при гипертонусе, мы можем повлиять на гипертрофированную спастическую мышцу и её расслабить. Если у человека эпилепсии в принципе нет, мы не спровоцируем эпилепсию. Спровоцировать можно, если она у человека где-нибудь есть, там, допустим, генетическая это у него, то есть наследственная, у мамы, у папы, у бабушки, то есть она где-то у него в закромах есть. Нет, вибрационные техники МФР её не спровоцируют. Эпилепсию могут спровоцировать, вот, особенно приобретённую, это мигающая лампочка, это дискоболы, дискотеки, ночные клубы, это вот, так скажем, свет мигающий, он может. Да, я поняла, о чём вы говорите. Это в основном, ну, вот, меняющийся свет. МФР нефастальные техники, нет, они её никак не спровоцируют, то есть здесь можно спокойно её применять. Так, хорошо, хорошо. Ребята, вопросы какие-то у вас ещё есть? Итак, подводим итог, да, наша спина постоянно меняет своё положение, одни мышечные группы у нас растягиваются, другие стазмируются. Что нужно делать, чтобы не допустить образование трагерных точек, болевых ощущений, в принципе, чтобы не допустить дискомфорта? Первое, что мы делаем? Конечно же, мы обучаем нашего клиента держать спину ровно, обучаем ему адекватным двигательным паттерном, то есть чтобы он у нас сидел спокойно, осанка, начиная даже с рабочего места, потому что МФР не даст вам отдельно, как отдельно взятая методика стопроцентного результата. Мы обучаем эмуляторные осанки. С помощью упражнений мы фиксируем ему эту осанку, то есть мы, так скажем, перебалансировку мышц ему делаем и благодаря МФР мы воздействуем на наиболее чувствительные мышцы для того, чтобы снять эти болевые ощущения. Мы используем грид. Для чего? Прокатка паравертебральных мышц, прокатка большой и малой хромбовидных мышц. Иногда даже для прокатки шеи. Что мы делаем? Мы не используем вот эту технику прокатки, прочесывания, называястистых позвонков. Если мы используем ролл, мы используем только для симметричных участков отдельно взятых, то есть мы только одной половиной ложимся на ролл. Мы можем использовать мяч. Мяч на наиболее отдельно взятые чувствительные регионы, к примеру, для продавливания отдельно взятых мышц. Мы используем мяч. Технику удержи, расслабь для прокатки трапециевидных и только потом прокатываем, если нет дискомфортных ощущений. И мы не прокатываем подмышечную линию, мы прокатываем широчайшую мышцу, слегка отклоняясь на ролле. Если есть панические атаки, здесь, смотрите, такая проблема идет, а ваш клиент наблюдается ли у психолога, психотерапевта, то есть с паническими атаками, тем более с такой формой здесь лучше обратиться к специалисту, чтобы специалист свой вердикт вынес, назначил терапию. Если человек терапию, там, таблетки получает, то можно, ничего страшного не случится. А если в детском классе, допустим, я, допустим, там, у меня панические атаки случаются, рандомные, я не знаю от чего, но я при этом ничего не принимаю, таких людей лучше не брать к себе на тренировке. То есть, чтобы он был, так скажем, скомпенсированный по одновлению специалиста. Так, 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 так. Вот, хороший вопрос, ребят. У нас чуть-чуть время осталось немножко. Про поясницу. Про поясницу. Сейчас я вам кое-что расскажу. Смотрите. Бывает такое, что у нас очень часто, да, забиваются мышцы поясницы. Почему? Мы, к примеру, сидим, да, переразгибаем поясничный отдел, плюс у нас наблюдается, опять-таки, клон таза, ну, что в спазме. Мы поясничный отдел не катаем роллом, никак, ни в коем случае мы его не раскатываем. Почему? Мы можем себе навредить. Это очень нежный регион, вплоть до того, что я слышала о таких ситуациях, когда даже вот почки, то есть была почечная колика после негативного использования МФР. Что мы делаем и как мы прокатываем поясницу? К примеру, сейчас немножко порисую. Вот, наш поясничный отдел, нас, да, нас что интересует? Это выпрямители. Чаще всего в них бывают дискомфортные ощущения. И это квадратная, она, допустим, находится здесь, вот, мышца поясницы. Эти мышцы, чаще всего, спазмируются. Прокатываем их только мячиком. То есть наш привычный зелёненький мячик. Мы его берём, вот, прикладываем его туда, где у нас, так скажем, дискомфортные ощущения. И по той же самой технике, как и удержи и расслабь, то же самое. Сначала мы держим, дышим, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Как только мы привыкаем к мячу, привыкаем к ощущениям, мы после этого можем слегка прокатить. Если у человека слишком дискомфортно, и, который отдают слишком сильными болевыми раздражителями, лучше прокатывать его о стенку. Как? Мы кефазируем себе вот так поясничный отдел, кладём мяч и удерживаем, расслабляем, потом катаем. Если терпимо, то можно уже об пол. Крестцовый отдел мы не катаем. То есть крестец, сейчас, внимание, там ещё немножко порисуем, конкретно крестец, этот отдел, мы не катаем, там катать нечего. Но, что касается ягодичных мышц, да, мы катаем большую, среднюю, малую, грушевидную. И если у нас позволяет болевой порог, то можно и близнецовые. Так, но это уже к спине не относится. И они уже относятся к тазу. Сам крестец, кладём, мы не катаем. То есть там катать, по сути, это и нечего, только кости. МВ при рассеянном склерозе. Ну, здесь смотря какая стадия. То есть, опять же, если дискомфорта нет, если никаких дискомфортных ощущений нет, можно. Ну, и зависит от того, какой у вас человек там лежачий, либо он уже способен на какие-то, допустим, движения. Так, вот по вашему вопросу, да, если у вас человек работает совместно с психотерапевтом и терапию получает, да, вы можете его на МФРЗ, потому что он у вас уже скомпенсированный. Вот. Ребята, буквально ещё две минутки. Ваши вопросы задавайте. Пара минут. Немножко с вами сегодня припозднились. Тогда можно, тогда нужно. То есть, если у нас клиент скомпенсирован, естественно, мы его берём на МФР. Я всегда говорю, что если у нас скомпенсированные люди, у которых ничего не беспокоит, и они активно, активно занимаются фитнесом, спортом, легко их берём на МФР, не отказываем. Если к нам, нас, допустим, за грудки трясут люди, так скажем, неопоследованные, у которых там болит, болит тут, а что они не знают, что ходит от вас, ничего такого необычного, то мы ничем не можем им помочь. Лучше на себя эту ответственность не брать. Вот. Ну и про варикоз запомните, да, вот вам просто, как для общего развития варикозников, на МФР нижних конечностей мы не берём спину можно, шею можно, таз можно, но только не ноги. С варикозом не берём. Какие-никакие там техники, каких-нибудь там наверченных отдельно взятой методики нет, мы не знаем, есть ли у них тромбы в венах или нет. А тромб мы можем, любой у шеи, он у нас отрывается. Конечно, конечно, да, но топлериография – это долгое исследование, тоже оно очень такое недешёвое, скажем так. Да, ну что, ребят, если вопросов нет, я вас приглашаю в эти выходные на полный курс по миофасциальному релизу. Кому, если будет интересно, приходите, разберём с вами патогенезотеологию возникновения триггерных точек, поговорим про миофасциально-болевой синдром и разберём отдельно взятый каждый регион. Всё, спасибо вам большое за внимание. Всё, всем до скорых встреч, ребята!